Карай Моторос, Эдуардо Серано, Каридат Канелон в телевизионном многосерийном фильме «В поисках истины». Автор сценария Хосе Игнасио Кабрухас. В фильме снимались Роланда Чавос, Каролина Лопес, Жаклин Мехарес, а также Америка Алонсо. Меня не обманешь. Ты чем-то расстроен, сынок. Скажи мне. Ничего подобного, мама. Просто у меня много работы. Работа у тебя опасная. Не понимаю, зачем ты решил стать полицейским? Перестань, мама. О какой опасности ты говоришь, когда я все время провожу в конторе? Я целыми днями сижу за столом и перебираю бумажки. Просто иногда приходится задерживаться на работе и еще занять в университете. Нет, меня не проведешь. Дело не в этом. У тебя грустный вид. Расскажи. Хорошо. Скажи мне, в чем дело? Хорошо. Одна девушка оказалась совсем не такой, как я думал. Ей обивела меня вокруг пальца. Выяснилось, что она воровка. Корыстная и бессовестная женщина. И хуже всего то, что сегодня мне в руки попало ее письмо. Любовное послание, адресованное этому мультимиллионеру. Кому? Хосе Игнасио Кентани. Что? Хосе Игнасио Кентани. В чем дело, мама? Ты его знаешь? Нет. Никогда не видела. Не связывайся с этой девушкой, Элиас. Держись от нее подальше. Мама, что с тобой? Сестра! Вчера вечером я видел тебя здесь, но ты уже уходила и не слышала, как я тебя окликнул. Ты была с пилотом сеньора Кентани. С Альберто. Знаешь, что с ним случилось? Вылетел с работы? Еще хуже. Попал в больницу. Его кто-то избил в собственной квартире. Не то грабеж, не то разбойное нападение. Говорят, бедняга при смерти. Об этом надо сообщить сеньору Кентани. А ты как узнала? Вчера он как раз обещал помочь мне найти квартиру. Сказал, что у кого-то из его друзей есть недвижимость. В утром я зашла к нему, а там полно полицейских. Они рассказали мне. Надо же, какое несчастье. Видишь ли, с тобой хочет поговорить сеньор Кентани. Правда? Ну, конечно. Теперь он хочет со мной встретиться. Если бы он не отобрал у меня квартиру, то знал бы, где меня искать. Не пришлось бы поручать это тебе. Передай ему, что... В общем, можешь дать номер телефона Перла. Хорошо. Жди звонка от сеньора Кентани. Как только свяжется со мной, дам ему номер телефона. Не волнуйся. Наберись терпения. Давай выпьем за лучшие времена. Твое здоровье. Не понимаю, в чем дело. Она прекрасно себя чувствовала. Я видел, что все в порядке. Но услышав имя Хосе Игнасио Кентане, она так испугалась, словно я черт опомянул. Он известный бизнесмен? Вот именно. Насколько мне известно, мама его никогда не видела. Мало ли, какие у нее ассоциации с этим именем. Может быть, оно ей кого-то напоминает. Мама не говорила тебе о нем? Нет. Такого не было. Хотя Солидат очень мало говорит о своем прошлом. Честное слово. Я просто теряюсь, когда вижу ее такой. Не волнуйся. Твоя мама поправится. Ступай. Пришлось ввести ей снотворное. Она проспит несколько часов. Кармен, если что-нибудь случится, сразу звони мне. Договорились? Да, конечно. Хосе Игнасио Кентана. Почему ее так напугало это имя? Почему ее так напугало? Почему ее так напугает? Все правильно. Еще надо будет составить отчет по статистике мелких краж. 19 лет. 19 потерянных лет. Как обидно. Ну что ж, ребята, вы сами нарывались. С огнем играть опасно. Извините, комиссар, к вам пришел сеньор по фамилии Амайя. Пускай заходит. Добрый вечер, комиссар. Добрый вечер, проходите. Проходите, Амайя. Садитесь. Спасибо. Слушаю вас, комиссар. Речь идет о Даниеле Мартинес. Да. В чем дело? Итак, Амайя, несколько дней назад вы пришли к нам в участок и пожаловались на агрессивное поведение сеньориты Даниела Мартинес. Скажите, Амайя, почему вы сняли обвинение? Сначала я поступил опрометчиво, а потом понял, понял, что... Нет, нет, не морочьте мне голову. Давайте не будем ходить вокруг да около. Лучше сразу назовите человека, который заставил вас забрать назад свое заявление. У нас нет времени. Ты должен забыть эту девушку. Или хочешь до старости носить ей в тюрьму передачи? Конечно, нет. Во-первых, ее туда не посадили и даже не выдвинули официального обвинения. Амайя, приятель, постарайся настроиться на другую волну и не искать приключений на свою голову. Малина сказал, что лично займется делом Даниела Мартинес. И если девчонка выживет, он постарается упрятать ее за решетку. Как минимум лет на 20. Так и сказал. Даже не знаю, что хуже, сразу умереть на операционном столе или пережить все мучения ради того, чтобы Малина посадил тебя в тюрьму. Он не успокоится, пока не добьется своего. И поскольку эта сеньора действительно оказалась честной женщиной, я решил не возбуждать дело. Что касается девушки, она просто была неправа. Адвокат поговорил со мной и объяснил, в чем моя ошибка. Во сколько обошлась эта ошибка? Простите, не понимаю. Девушка испортила несколько платьев, они стоят денег. Она нанесла материальный ущерб. Да-да, но небольшой. Кого вы боитесь, Амайя? Хорошо, комиссар. Я все расскажу, только прошу вас, пожалуйста, сделайте так, чтобы он не узнал, он, кто он. Это сеньор Кентано. Хосе Игнасио Кентано. Вообще-то с ним разговаривал сеньор Франсуа, владелец ателье. Сеньора Кентано, лучшая подруга сеньоры Арис Мэнди, которая была нашей самой ценной заказчицей. Давайте короче и поконкретней, Амайя. Прошу вас. Как вы думаете, почему сеньор Хосе Игнасио Кентано решил вступиться за сеньориту Мартинес? Очевидно, его очень беспокоила судьба девушки. Должно быть между ними... В общем, вы меня поняли, да? Хорошо, Амайя, идите. По поводу того, что вы рассказали, можете не беспокоиться. Если вы все рассказали. Комиссар, это все, что я знаю. Все-все. До свидания. Ты вроде хотел пойти на курс расследования и криминалистики. Да, совсем забыл. Когда туда можно записаться? Завтра, последний день. Нужны копии документов об окончании школы и полицейской академии. Сейчас найду. Завтра отнесешь их туда вместе с моим заявлением. А то мне некогда. Конечно, я тоже все делаю в последний момент. Завтра сам пойду записываться. Если бы ты знал, как моя мама прячет документы. Боже мой, ничего не найдешь. Бумажные, картонные папочки, файлы, скоросшиватели. С ума сойти. Прямо как в архиве. Тут сам черт ногу сломит. Так. Что случилось? Ничего, ничего. Просто вспомнил маму. Вспомнил, как ей стало плохо, когда я в последний раз приезжал в санаторий. Вот мои бумаги. Не нравится мне эта работа. Боишься? Нет, не боюсь. Но у нас с тобой другая специальность. Понятно? Черта с два. Наша специальность – это деньги. А за Иоланду обещали хорошо заплатить. Так что не волнуйся. Выполним заказ и поедем отдыхать. Что скажешь? По-моему, это совсем неплохо. Неплохо, конечно. Тогда наберись терпения. Это наш последний рывок перед отпуском. Понятно? У тебя есть паспорт? Вот здорово. Интересно, чего хочет Хосе Игнасио? Может, передумал? Наверное, понял, что скучает без меня. Вспомнил те незабываемые дни, что мы провели вместе, и не удержался. Надеюсь, Растрепо уже дал ему номер моего телефона. Извините, здесь живет сеньора Берла Гарсия, правильно? Да, что вам надо? Она просила меня проверить все электрические розетки и выключатели. Спокойно, птичка, спокойно. Молчи и не вздумай орать. Сюда, сюда. Вот так, сидеть. Там есть драгоценности, немного денег, только не убивайте меня. Все, возьмите, только не убивайте. Тише, тише, мы пришли не за этим. Да, но побрякушки и бабки никому не помешают, перестань. У нас другие планы. После всего, что ты узнал об этой девушке, хочешь опять пойти к ней в больницу? Не знаю, Педроса. Мне надо все хорошенько обдумать. Тут и думать нечего, приятель. Она виновна. Ладно, увидимся. Хосе Игнасио Кентано Кентано говорит о тяжелой экономической обстановке в стране. Семья Кентано отмечает 10-ю годовщину свадьбы. Хосе Игнасио Кентано присутствовал на открытии Конгресса промышленников. Хосе Игнасио Кентано... Хосе Игнасио Кентано... Кому нужны эти вырезки? Зачем мама их хранит? Зачем? Хосе Игнасио Кентано Она идет Сеньора Иоланда Бегите Давай вниз Давай быстрее, она убежит Скорей, за мной гонятся И что теперь? Что теперь? Она смылась А как Альберто? Ты его видела? Все то же самое Без изменений Он будет жить, мама Если это можно назвать жизнью Бедный Альберто Я знаю, как тебе тяжело, Тули Ведь ты влюблена в него, правда? Как же я раньше не догадалась Всякий раз, когда о нем заходила речь Ты краснела и смущалась Всегда ждала его прихода Девочка моя, Тули Как долго ты страдала И никому не сказала ни слова Почему не поделилась со мной? Давай не будем об этом говорить Теперь это уже не важно Ты мне не доверяешь? Для меня это слишком больной вопрос, мама Даниэла и Альберто были вместе Когда случилась беда Он всегда любил сестру А на меня Он не обращал внимания Потому что ты еще совсем юная Не обижайся на него Он привык видеть в себе Младшую сестренку Когда ты влюбилась в Альберто? Так было всегда, мама Я не могу назвать точную дату День, час, время года Теперь это не имеет значения У нас нет будущего Не важно, что я чувствую Главное, чтобы они пришли в себя И поправились Хосе Игнасио Хосе Игнасио Дорогой Прости, что ты сказала? Что, ужин потрясающий? Я повторила это три раза Я думал о делах Компании Насчет этого можешь не беспокоиться Ты знаешь, что Альфредо Обо всем позаботится И вообще На некоторое время придется забыть о работе И целиком посвятить себя Любимой супруге Договорились? Я в восторге от твоей безумной выходки Давненько мы не позволяли себе ничего подобного Поехать куда-то без папок, без документов И заранее подготовленных договоров Это точно Помнишь, как мы купили свой первый столовый сервиз? Отдавали за него деньги по частям, в рассрочку Господи, сколько я мучилась с этим несчастным сервизом Чтобы потом продать его за пол цены Потому что опять нужны были деньги Это была единственная невыгодная сделка, которую ты заключил У меня есть для тебя сюрприз Побудь здесь, я сейчас вернусь Я боюсь Почему? Потому что назад пути нет Ты поцелуешь меня И это Конец Синьор Что случилось? Нет, не пугайтесь, все в порядке У меня сегодня ночное дежурство Пойдемте в мою комнату Там вы сможете прилечь, немного отдохнуть Пойдемте Нет, деточка Пока дочка не вернется домой Я не успокоюсь Возможно, это случится раньше, чем мы думали Знаете, ваша дочь заговорила Что? Правда Это очень хороший знак Она все еще без сознания, но дела идут на поправку Что она сказала? Имя какого-то мужчины Хосе Игнасио Точно Она повторила это несколько раз Хосе Игнасио Я могу ее увидеть Синьора Она пока без сознания И еще не пришла в себя Вы пожалели меня, потому что мне негде отдохнуть Так неужели не поймете, как я переживаю за свою девочку? Сделать одолжение Пустите меня Твоя мама здесь Данила С тобой Я всегда с тобой С того дня, как ты была за чета Девять месяцев я носила тебя А потом девятнадцать лет растила И воспитывала Вся моя жизнь зависит от того Будет ли дальше биться твое сердечко Но мы с тобой знаем В нашем роду женщины Упрямые Ведь нас ничто не сломит, правда? Я уверен Тебе можно доверять Ты ни за что не подведешь меня, правда? Не подведешь меня, доченька Пусть Бог благословит и защитит тебя Радость моя Спасибо, святой Иосиф Спасибо Господь защитит тебя, детка Он защитит тебя Он защитит тебя Благодарю тебя Господи, благодарю тебя Благодарю, благодарю Благодарю Я пришла домой Собиралась войти в квартиру И вдруг За дверью Моника крикнула Чтобы я не входила Потому что там кто-то есть Я и правда его видела Господи, что ты говоришь Я побежала к лифту А этот человек за мной Он был в маске Когда я выскочила на улицу То сразу поймала такси Я не видела его лица Но вообще-то их было двое А потом? Что было потом, я не знаю А Моника? Как же она? Что они с ней сделали? Боже мой Как это вы ее упустили? С кем я имел дело? С парой олухов С парой кретинов А что было делать? Баба успела смыться Потому что ее предупредила горничная Надо было сразу ее заткнуть Придурки несчастные Сеньора Такого со мной никогда не было Я думала, что попала на тот свет Как только пришла в себя Сразу побежала сюда Сеньора, я не знала, что делать Не волнуйся Ты правильно поступила Подержи мешочек со льдом Это поможет снять боль Да, да, хорошо Мы отвезем тебя в клинику Покажем врачу Главное, успокойся Не нервничай А с тобой что, милочка? Есть над чем подумать По-моему, все это очень странно Сначала Напали на Альберто Потом Растрепа приходит сюда И говорит, что меня хочет видеть Хосе Игнасио Теперь эти бандиты Не похожи на случайное совпадение А вдруг кто-то узнал о том Что у нас с Альберто Произошло в самолете Педроса Короче говоря, снайпер оказался Десятилетним мальчишкой Он нашел папин пистолет И поскольку был дома один Решил побаловаться Стрелял за окна по воронам Как тебе это нравится? Ладно, потом поговорим Разрешите? Педроса, поезжай в больницу И привези сюда сестру Даниэла Мартинес Ее зовут Тулия Зачем? Хочу, чтобы она дала показания Это официально? Отныне все, что касается Даниэла Мартинес Носит официальный характер Значит, она слышала тебя, мама Даня тебя узнала? Боже мой Да Я взяла ее за руку И поцеловала, чтобы Благословить А она пошевелила пальцами Тулия Представляешь Как будто Ты хотела сказать Не плачь, мама Я здесь Я жива И не собираюсь умирать Я словно слышала ее голос Знаю Она так разговаривала со мной Дала понять, что никуда не уйдет от нас Что она здесь И ни за что нас Не оставит Она Будет жить, Тулия Поверь моему слову Ну, конечно, мама Даниэла спасена Точно Синьора, синьорита Извините, что помешала Но девушка должна Поехать со мной в участок Что? Объясните, что происходит Послушайте, синьорита Синьора, я знаю только одно Комиссар Малина хочет поговорить с вашей дочерью Вот и все А этот разговор, как вы выразились Нельзя отложить на завтра Вы меня, конечно, извините Но я с вами не поеду Я не могу оставить маму и сестру Она скоро вернется Не беспокойтесь Но вам придется поехать со мной Потому что в противном случае Я буду вынужден вас арестовать Алло Наконец-то, радость моя Это ты? Слава Богу Знаешь, когда звонил телефон Я подумала, это Лейла И угадала Как Хосе Рафаэль? Прелестный мальчик Кстати, он нарисовал тебе и Хосе Игнасию картинки Я их сохранила и отдам, когда вы вернетесь домой Когда вы приедете? Мой муж составил какой-то загадочный маршрут Сейчас мы в Нью-Йорке А куда поедем дальше, он мне не говорит Подожди минутку Алло С тобой, говорит, главный виновник твоих переживаний Я так рада, что у вас все в порядке Я тоже Как дела дома? Что новенького? Ничего Хотя тебе тут звонила мама какой-то сотрудницы, которая заболела Заболела Сотрудница? Какая сотрудница? Постой, я забыла фамилию Сейчас спрошу Аугуста В чем дело? Ничего ему не говори, Петро Я потом объясню, почему нельзя рассказывать про этот звонок Знаешь, у меня вылетело из головы И Аугуста тоже не помнит Но ты не волнуйся Ничего страшного Отдыхайте Развлекайтесь в свое удовольствие Желаю приятно провести время Пожалуйста, не забывайте нам звонить До свидания Храни вас Бог Счастливо Почему ты не хочешь говорить сыну о болезни этой девушки? Даниэлы, Мартинес Потому что не считаю нужным Я уже ездил в больницу И разговаривал с матерью Она сказала, что все в порядке Вопрос исчерпан И не вздумай портить людям настроение в их медовый месяц Ты уверен, что ничего от меня не скрываешь? Перестань, Петро Тебе всюду мерещатся тайны Я хочу только одного Чтобы мой сын Хоть на несколько дней оторвался от дел От проблем Забыл о работе И целиком посвятил себя жене Сделал ее счастливой Вот этого я хочу Ты со мной что, не согласна? Только мне непонятно, почему ты утаил от него имя девушки, которая лежит в больнице Почему? Я очень рад, что Даниэла начала поправляться Только одно меня беспокоит, сынок Сюда приходил парень, с которым ты дружишь Ну, другой полицейский И вот Педроса? Да Знаешь, что он сделал? Увез Тулию в полицейский участок Сказал, что ее хочет видеть этот ваш комиссар Малина Зачем она им нужна? Что происходит, Элиас? Ничего, сеньора Простая формальность Скорее всего, на Даниэла напали воры И мы должны восстановить все события той ночи Когда это случилось А при чем здесь Тули? Сеньора Мали Это обычная процедура следствия В таких случаях мы, как правило, всех допрашиваем Да? Ну и порядки у вас Я осталась одна, Тулию потащили туда силком А зачем? Какой смысл, если мы с ней понятия не имеем о том, что там произошло В доме Альберто Кстати, сеньора Мали Что с Альберто? Как он себя чувствует? Плохо, сынок Он все еще в коме Мать и сестра убиты горем Короле пришлось отвезти Беатрис домой Она все время плакала Мне очень жаль А нам тем более Альберто для меня как сын И знаешь, я не теряю веры в то, что он поправится Дай Бог, чтобы это случилось Еще раз повторяю, сеньора Мали Я рад, что Даниэле стало лучше Спасибо, сынок Хочешь увидеть Даниэлу? Я подружилась с медсестрой И она иногда пускает меня в палату Ты так переживаешь за мою девочку И был к ней так добр Ты имеешь право войти Не может быть Ты не виновна Я смотрю на тебя и вижу, что это неправда Но меня терзают сомнения Не могу жить с таким чувством Я не успокоюсь, пока не избавлюсь От этого темного пятна Понимаешь? Я обязательно должен узнать правду Не важно, какой она будет Если ты преступница Хотя мне даже подумать страшно Но вдруг это так? Господи, только бы все оказалось ошибкой Прошу тебя, Боже Пусть она будет невиновна Я хочу знать, зачем меня сюда привезли Минутку, сначала я задам тебе несколько вопросов А потом, если смогу, отвечу на твои Ясно? Нет, не ясно Почему именно в тот момент, когда моя сестра борется со смертью А лучший друг лежит в коме Как только ответишь на мои вопросы, я тебя отпущу, договорились? Чем занимается твоя сестра? Где работает? Ради этого меня сюда притащили? По-моему, ты хочешь просидеть тут до вечера, да? Хорошо Она работает в группе поддержки В пейсбольной команде Какая прелесть Группа поддержки А что еще? Почему вы издеваетесь? Что еще? В этом году она заканчивает театральную школу Ясное дело, твоя сестра первоклассная актриса И вы с мамашей такие же? Или нет? Что происходит? Почему вы так интересуетесь Даниэлой? В чем ее обвиняют? Сядь Надеюсь, что сестра обманывала и тебя, и мать В противном случае, вас привлекут как соучастниц Соучастниц? Вот именно Мне кажется, что вы здесь ни при чем Честно говоря, мне будет жаль Если ты тоже в этом замешана В этом? В чем в этом? Какие отношения у твоей сестры с Альберто Лосадо? Они друзья Почему Даниэл оказался в его квартире? Она там часто остается? Спит с ним? Они что, вместе живут? Или как? Нет Они не живут вместе Мы всю жизнь дружили с семьями Неужели у вас никогда не было друзей? Нет, таких не было Скажи мне вот что Твоя сестра тратила много денег? Или жила по средствам? В последнее время ее поведение не казалось тебе странным? Нервные срывы, резкая смена настроений Нет, прекратите Вы не можете задавать мне такие вопросы Могу, если хочу Это все Почему ты не осталась дома, Беатрис? Я говорила то же самое Но она рвалась сюда Что я буду делать дома? Не хочу сидеть одна Дорогая Тебе надо прийти в себя, набраться сил Чтобы ухаживать за Альберто У меня нет сил Только слепая покорность судьбе Я уже смирилась с тем Что какой-то негодяй Разрушил жизнь моего сына Мою Моей дочери Но кто мог это сделать? Кому они мешали? Полицейские ведут расследование Тулию вызвали на допрос Только непонятно зачем Она все равно ничего не знает Но Элиас, такой милый, добрый парень Он просил меня не беспокоиться Сказал, что обязательно найдет Того, кто искалечил наших детей Он мне пообещал Ну как? Ты отдохнул? Подумал? Да, да, комиссар Я как раз хотел об этом поговорить Прошу прощения за то, что вчера Пререкался с вами Иногда человек поддается Порыву страсти Да, плохо Настоящему мужчине это не к лицу Особенно если он работает в полиции Помни В любой ситуации Рассудок всегда должен Одерживать верх Над чувствами Знаю, знаю, комиссар Но я все еще не уверен в том Что Даниэла Виновна Некоторые факты здесь явно не сходятся Например Например, образ жизни этой семьи Они очень бедные люди Вряд ли девушка занималась Подпольным бизнесом Хочешь докопаться до истины? Да, да, хочу Позвольте мне принять участие в расследовании Я только что был в больнице Даниэла начала подавать признаки жизни Еще я узнал, что вы допрашивали Тулию Ее сестру Да, но как выяснилось Девочка Ничего не знает Итак, что скажете, комиссар? Я могу заняться этим делом? Можешь И вот с чего мы начнем Сейчас ты получишь ордер И пройдешься по всем банкам Узнай, нет ли где-нибудь счета на имя Даниэла Мартинес И если есть, узнай Сколько там денег Что за идиот стоит у вас в дверях? Он не хотел меня пускать Это могила Надо было сказать, что ты ко мне Он ничего не желает слушать Заладил одно сюда нельзя Бар еще закрыт Приходите вечером Теперь он совсем не приносит дохода Кстати, я беспокоилась о тебе Ты заявила в полицию? Нет, Перло Я попала в ужасную историю Скорее всего, бандиты подстерегали меня, чтобы убить И Оланда Мне так кажется И, видимо, Хосе Игнасио узнал про нас с Альберто Помнишь, я тебе рассказывала, что было в самолете Но как ему удалось, не понимаю Негодяй Рестрепа тоже замешан Поэтому он и выяснял, где ты живешь Вот именно Мне тоже так кажется Представляешь Альберто совсем плохо Надо пойти в больницу Я хочу увидеть ее и узнать, кто та девушка Что была с ним Конечно, иди Но какое отношение к этой истории имеет девушка? Что-то тут не сходится И я постараюсь все выяснить Она открыла глаза Как дела, Даниэла? Что случилось? Где я? Все в порядке, не пугайся Позовите мать Очень важно, чтобы она была рядом Что со мной? Голова вот-вот лопнет Даниэла Ты получила травму Нам пришлось сделать операцию Поэтому у тебя болит голова Но скоро боль утихнет Не волнуйся Почему я здесь? Я была у Альберто Воры Боже мой Они вырвались и напали Что с Альберто? Он жив, не беспокойся Лежит здесь, в соседней палате Даниэла Доченька Спасибо, святой Иосиф Спасибо, что сотворил чудо Ты очнулась И это самое большое чудо на свете Прости меня Ну что ты? За что тебя прощать? Я не хотела Об этом поговорим после В другой раз Мне тоже надо облегчить душу Но не сегодня Сегодня нужно только радоваться И благодарить Спасибо, что вернули мне дочку Спасибо Господь Велик Господь Всемогущ Мама Сколько ты здесь пробыла? Долго? Сколько пробыла? 20 лет 80 лет Пол жизни Но теперь это не важно В тот момент, когда ты открыла глаза Я словно родилась заново Редактор субтитров. Субтитры создавал DimaTorzok